Джахар и все полевые командиры были госслужащими, и что это за понятия работают на оккупанта, каждый работает для своей семьи. Ты знаешь, Джахар, Масхадов и многие другие были не просто госслужащими, Джахар вообще был генералом. Они были генералами советской армии, и это были те люди, которые на тот момент, если бы, например, сейчас они были бы ими, я бы насчет них сказал бы то же самое, что говорю и сейчас насчет тех, кто работает в этих структурах. Но Джахар и другие его товарищи, это те люди, которые, как только у них появилась возможность, они оставили это, вышли оттуда. И благодаря этим людям мы впервые в истории, мы смогли добиться мирного договора с Россией, вообще единственный документ, мы смогли построить свое государство. И они своими действиями и своими жизнями доказали, что они являлись достойными людьми, что никакими госслужащими российскими они не были. Поэтому те, о которых ты сейчас говоришь, меркантильность заключается в том, что если человек сегодня работает в структуре, и чтобы он оттуда уволился, ему подавай в другом государстве место в госструктуре, «Да пошел он в баню. Мне лично он что, ради меня что ли там работает? Он ради себя должен оттуда уйти. А если не хочет оттуда уходить, да пускай там трудится, пускай работает всю жизнь там, умрет вместе с ними и воскреснет, иншаллах, в судный день вместе с ними, вместе с теми, на кого он работал, вместе с нашими врагами. Пусть он с ними воскреснет и вместе с ними отправляется в ад». Вот мое пожелание для него. Томасов, ты знал, что Хамбии вышел из Грёздного через минное поле? Я не знаю, через что он там выходил. Я вам точно одно скажу, ни в одно слово, что они говорят, верить нельзя. То есть, эти сказки, которые они рассказывают. Лорд тоже там рассказывает, что он якобы выходил по минному полю. Но те люди, которых я знаю, которые выходили, действительно, которые выходили по этому минному полю, никто из них не подтверждает, что вот, например, этот Даудов там был. Они очень такие большие сказочники. Сегодня, чтобы из себя сделать, там, таких величайших воинов, они что только про себя не придумывают. Поэтому всё, что они говорят, это требует проверки. «Добрый вечер, Тумсо. Подскажите, пожалуйста, почему чеченцы иногда в разговоре переходят на русские слова? Почему так? А можно обойтись полностью без него, без русских слов? Интересно. Спасибо за эфир». Добрый вечер, Алексей Панкратов. Это происходит, потому что чеченцы, к сожалению, плохо знают свой язык. В большинстве сегодня чеченский язык относится к одному из вымирающих языков, потому что носители этого языка плохо владеют этим языком. Потому что на чеченском языке крайне мало изданий, очень мало тех мест, где можно было бы получать, попадать в такую среду, чисто чеченскую, и как-то практиковать там этот язык. Нет документа обороты на чеченском языке, нет своего государства, начнём с этого, нет государства своего, и это ведёт уже ко всем остальным последствиям. Поэтому это, да, проблема. Тем более Россия, как страна, захватчик, оккупант, она, конечно, стремится к тому, чтобы лишить нас нашего языка, наших обычаев, наших каких-то традиций. Она всячески, вся политика России, она нацелена на это. То есть, всячески они пытаются вот вымыть из нас всё чеченское. И поэтому, конечно, им удаётся добиться какого-то успеха в этом направлении, хоть и, к счастью, неполного. У них не получается искоренить нашу государственность, убрать из нас вот это вот всё чеченское у них получается. Но с языком, в вопросах языка, конечно, они добились определённых результатов. И сегодня практически процентов, наверное, 95 населения не говорит чисто на чеченском языке. Вообще на пальцах можно пересчитать вот этих людей, которые сегодня могут без перехода на русский язык говорить только на чеченском языке, изъясняться и грамотно, очень грамотно изъясняться, писать, читать. Это в основном наши писатели, поэты. И когда ты их слушаешь, ты прям, ну прям, я не знаю, мне очень нравится. Очень нравится их слушать императором Занка Тумсо. Почему меня раздражает, когда пишут на чеченском? Мне очень трудно читать текст и бесит, когда пишут на чеченском. И слава богу, что нет документа оборота, иначе я бы свихнулся. Но когда пишут на чеченском правильно, грамотно, то это абсолютно не раздражает. Это наоборот приятно. Приятно читать грамотно написано. Другое дело, что если ты или я, мы не умеем это читать, точнее читать умеем, но не всегда, допустим, мы понимаем какие-то слова, например, мы можем не понять, то это в нас проблема, это наша вина. И мы должны стремиться к тому, чтобы знать свой язык. Но когда пишут неграмотно на чеченском, меня это тоже раздражает, безусловно. И я не говорю, что я пишу грамотно. Но несмотря на это, меня раздражает это. Сложно, когда ты видишь, что человек не знает элементарных вещей. Может быть, есть ему оправдание. Многих людей я оправдываю. Знаете, например, моё поколение, чуть младше меня, ребята, которые, чьё детство, школьные годы пришлись на военные действия. Но им негде было учиться получать эти знания. Они постоянно бегали от войны. Я их как бы оправдываю. Я понимаю, что когда они не знают ни чеченского, ни русского, но писать грамотно не умеют, читать не умеют. Я их могу ещё оправдать. Но есть те, которые учились вроде бы и не знают. Вот этих людей я не понимаю. Но если бы я изменил бы, я бы, наверное, об этом сообщил. Если я не сообщал, значит, я не менял своего мнения. Хоза. Тумсо, насчёт гамбургера важная тема. Держи, пожалуйста, в курсе этого парня. Ха-ха-ха. Хорошо. Александр Тумсо, добрый вечер. В одном из стримов ты говорил о едином Кавказском государстве. Я был два года назад в Черкесии у своего друга. Он мне рассказывал, что у них плохие отношения с корычаевцами, мягко говоря. Даже к русским и те, и другие относятся намного лучше. И примерно та же картина между кабардинцами и балкарцами, ты хотел сказать, наверное. Этот комментарий, этот вопрос ты мне уже где-то писал, Александр. Добрый вечер. По-моему, в обратной связи где-то я его видел в телеграме. Буквально до начала эфира. В общем, ну что я могу сказать об этом? Да, действительно, есть определённые проблемы. Межэтнические какие-то там разногласия. Да, это всё присутствует. Но это те вопросы, которые должны решаться. Они не должны быть препятствием для нашего объединения. У нас есть много причин для того, чтобы разногласить, не любить друг друга, какие-то претензии друг к другу предъявлять. Но у нас гораздо большие и весомые причины для того, чтобы любить друг друга и быть вместе. Поэтому в любом случае цель наша – это объединение, а не разобщение. И надо ещё помнить, что вообще основа наша – это, разумеется, то, что мы все являемся мусульманами. У нас одна религия, одни убеждения. И надо помнить о том, что когда пророк, мир ему и благосостояние Аллаха, переселялся в Медину, два вот этих племени мединских на тот момент – это племя Аос и племя Хазрач. Они ненавидели друг друга и воевали друг с другом. У них была вражда. И именно благодаря исламу они объединились, стали братьями. Поэтому вот наш пример, вот к чему мы должны стремиться. Если Кавказ будет одним, что станет с Осетией и Осетинами? Ведь большая часть Осетин не мусульманий. Смогут ли христиане сосуществовать в Кавказском имамате? И сможет ли Осетин стать имамом или занять какую-нибудь высокую должность в государстве, учитывая, что он будет христианином? Начнём с того, что это Осетия, сама Осетия и Осетины будут решать, где они хотят быть. Мы ни в коем случае не должны иметь каких-то завоевательских амбиций, амбиций какие-то имперские, там кого-то подчинения. Это нам не нужно. Пускай Осетия сама решает. А остальное, что ты сказал, то в этом вопросе, кроме того, что имамом может быть христианин, нет, не может. Не христианин, никто другой, кроме мусульманин, имамом быть не может, разумеется. Может ли жить и христианин, и не христианин? Конечно, может. Может и должен жить. Никаких в этом не должно быть проблем. Но решать это должна сама Осетия. Никто здесь не должен иметь какие-то амбиции завоевания этой Осетии, силой втягивания её в какое-то общее государство. А вообще сейчас говорить о каком-то общем государстве, кавказском, смысла сейчас нет. Это иллюзии какие-то пока. Субтитры создавал DimaTorzok